Виталий А еще у Виталика был котенок Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие и зеленые. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и все пялил и пялил свои зеленые глаза на карасика. – Ты смотри за Мурзиком, – говорила Виталику мама, – как бы он не съел твоего карася. – Не съест, – отвечал Виталик, – я буду смотреть. Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришел его друг Сережа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал, – Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток. – Зачем мне свисток? – сказал Виталик. – По-моему, рыбка лучше свистка. – Чем же она лучше? Свисток свистеть может? А рыбка что? Разве может рыбка свистеть? – Так зачем же рыбке свистеть? – ответил Виталик. – Рыбка свистеть не может. Зато она плавает. А свисток разве может плавать? – Сказал, – засмеялся Сережа. – Где это видно, чтобы свистки плавали? Зато рыбку может кот съесть. Вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки. А свистка кот не съест, он железный. Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо, – сказал Виталик. – Где же она купит такой свисток? – ответил Серёжа. – Такие свистки не продаются. Это настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор, да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер пришёл. Серёжа вынул из кармана свисток и засвистел в него. – А ну, дай я, – попросил Виталик. Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко-переливчато засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал. – А где у тебя будет жить рыбка? Ведь у тебя аквариума нет. – А я посажу её в банку из-под варенья. У нас большая банка есть. – Ну, ладно, – согласился Виталик. Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме, но карась плавал быстро и не давался им в руки. Они набрызгали вокруг водой, а Серёжа измочил рукава до самых локтей. Наконец ему удалось схватить карасика. – Есть! – закричал он. – Давай сюда какую-нибудь кружку с водой. Я посажу его в кружку. Виталик поскорее набрал в кружку воды. Серёжу посадил карася в кружку. Ребята пошли к Серёже сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая, и карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Серёжа радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки. А главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток. Ну, ничего. Может быть, мама не заметит сразу, что рыбка пропала? – подумал Виталик и пошёл домой. Когда он вернулся, мама уже была дома. «Где же твоя рыбка? – спросила она. Виталик растерялся и не знал, что сказать. «Может быть, её Мурзик съел? – спросила мама. «Не знаю, – пробормотал Виталик. – Вот видишь, – сказала мама, – он выбрал таки время, когда дома никого не было, и выловил из аквариума рыбку. «Где он, разбойник? Ну-ка, найди мне его сейчас же!» «Мурзик, Мурзик! – стал звать Виталик, – но у кота нигде не было. «Наверно, в форточку убежал, – сказала мама. – Поди-ка на двор, позови его!» Виталик надел пальто и вышел во двор. «Вот как нехорошо получилось, – думал он, – теперь Мурзика из-за меня накажут. Ему и так часто достается, бедняги, – то мясо на кухне стащат, то колбасу. А вчера украл из буфета сосиску, опять отшлёпали. И он уж хотел вернуться домой и сказать, что Мурзика во дворе нет. Но тут Мурзик выскочил из-за душины, которая была под домом, и подбежал к двери. «Мурзенька, не ходи домой! – сказал Виталик. – Тебе от мамы попадёт!» Мурзик замурлыкал, принялся отереться спинкой об ноги Виталика, потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул. «Не понимаешь, глупый! – сказал Виталик. – Говорят, тебе попадёт! Отдерут тебя, понимаешь, за рыбку!» Ну, Мурзик, конечно, ничего не понимал. Он ласкался к Виталику, тёрся об него боками и потихоньку бодал его головой, будто торопил поскорее открыть дверь. Виталик стал отталкивать его от двери, но Мурзик не хотел уходить. Тогда Виталик спрятался от него за дверью. «Мяу! – закричал Мурзик под дверью. Виталик поскорее вышел обратно и зашипел. Тш-ш-ш! – орёт тут. Вот маму услышит, тогда узнаешь!» Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в отдушину под домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину. «Лезь, глупый! – уговаривал его Виталик. – посиди там пока!» Наконец он его целиком запихал в отдушину, только хвост Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито вертел хвостом в разные стороны, потом хвост потихоньку полез под дом и скрылся в отдушине. Виталик обрадовался. Он думал, что Мурзик понял, что ему нужно сидеть в подвале, но тут из-за души снова выглянула морда Мурзика. «Ах ты, глупый! – зашипел Виталик и загородил выход руками. Говорят, тебе нельзя домой идти! Или хочешь быть битым? – мяу! – закричал жалобно Мурзик. «Вот тебе и мяу! – передразнил его Виталик. – Ну что мне с тобой делать?» Он стал оглядываться вокруг и искать, чем бы заткнуть дыру. Рядом лежал кирпич. Виталик поднял его и загородил отдушину кирпичом. «Вот теперь не вылезешь! – сказал он. – Посиди там в подвале, а завтра мама забудет про рыбку, и я тебя выпущу!» Виталик вернулся домой и сказал, что Мурзика во дворе нет. «Ничего, – сказала мама, – вернётся. Я всё равно не прощу ему этого. Пусть только придёт. Я ему всыплю, чтобы и близко не подходил к аквариуму». «За что его бить? Разве он понимает? – сказал Виталик. Мурзик же не человек? Если б он был человек, ему и так можно было бы объяснить, что он сделал нехорошо. А раз он не понимает слов, то его надо побить, чтобы он запомнил, чего нельзя делать». За обедом Виталик сидел грустный и даже не хотел ничего есть. «Я вот обедаю, – думал он, – а Мурзик бедный в подвале голодный сидит. Когда мама вышла из-за стола, он незаметно сунул в карман котлету и пошёл во двор. Там он отодвинул кирпич, которым была закрыта отдушина, и потихоньку позвал «Мурзик, Мурзик, кс-кс-кс-кс-кс!». Но Мурзик не отзывался. Виталик нагнулся и заглянул в дыру. В подвале было темно, и ничего не было видно. «Мурзик, Мурзенька! – звал Виталик. «Вылезай, я тебе котлету принёс!» Мурзик не вылезал. «Не хочешь? Ну и сиди, глупая голова! – сказал Виталик и вернулся домой. Дому без Мурзика ему было скучно, и на душе было как-то нехорошо, потому что он обманул маму. Мама заметила, что он грустный, и сказала. «Не горюй, я тебе другую рыбку куплю!» «Не надо! – сказал Виталик. Он уже хотел признаться маме во всём, но у него не хватило смелости, и он ничего не сказал. Тут за окном послышался шорох, и раздался крик. Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. Видно, он вылез из подвала через другую дырку. «А, пришёл, наконец, разбойник! – сказала мама. – Иди-ка сюда, иди, вот я тебе покажу!» Мурзик прыгнул в открытую форточку и ощутился в комнате. Мама хотела его схватить, но он, видно, догадался, что его хотят наказывать, и шмыгнул под стол. «Ишь ты хитрец какой! – сказала мама. – Чувствует, что виноват. Ну-ка, поймай его!» Виталик полез под стол. Мурзик увидал его и юркнул под диван. Виталик был рад, что Мурзик удрал от него. Он полез под диван и нарочно старался шуметь, чтобы Мурзик услышал и успел убежать. Мурзик выскочил из-под дивана. Виталик погнался за ним и принялся бегать по всей комнате. «Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь? – сказала мама. Тут Мурзик вскочил на подоконник, где стоял аквариум, и хотел выскочить обратно в форточку, но сорвался и с размаху как плюхнется в аквариум. Вода из аквариума так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из воды и давай отряхываться. Тут мама и схватила его за шиворот. «Подай-ка сюда, веник! – закричала она Виталику. – Сейчас я его проучу как следует». «Мамочка, миленькая, не бей Мурзика! – заплакал Виталик. – Давай, веник, не разговаривай! – сказала мама. – Нечего его жалеть. Он ведь не пожалел рыбку. – Мамочка, он не виноват, – сказал Виталик. – Как же не виноват? А кто рыбу съел? – Это не он. – А кто же? – Это я. – Ты съел? – удивилась мама. – Нет, я не съел. Я её на свисток променял. – На какой свисток? – Вот на этот. Виталик вынул из кармана свисток и показал маме. – Как же ты смел, негодный! – Я нечаянно. Серёжа сказал, давай меняться. Ну, я и поменялся. – Да я не о том говорю. Я говорю, как ты смел не сказать правды? Я на кота подумала. Разве честно на других сваливать? А я боялся, что ты станешь бронить меня. Это только трусы боятся говорить правду, а из-за них другие страдают. Хорошо было бы, если б я наказала Мурзика, а? – Нехорошо. Я больше не буду. – Ну, смотри. – Только потому, прощаю, что ты всё-таки сам признался, – сказала мама. Виталик взял Мурзика и понёс к печке сушиться. Он посадил его на скамеечке против печки и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала во все стороны, как иголки у ёжика, и от этого Мурзик казался таким худым-худым, будто целую неделю ничего не ел. Виталик вынул из кармана котлету и положил перед Мурзиком. Мурзик жадно принялся её уплетать. Он наелся, уселся на лавочке и принялся смотреть своими большими зелёными глазами на огонь, который весело плясал в печке. Потом он забрался на колени к Виталику, свернулся калачиком и замурлыкал свою песенку. Почему-то от этой песенки Виталику стало так хорошо-хорошо. Но, может быть, это и не от песенки? Отчего же ещё?